Приветствую! В этом видео у нас на обзоре замечательный сервис Recraft, который выделяется среди других подобных сервисов для генерации картинок своим функционалом. Особенно полезен он будет для дизайнеров, маркетологов, создателей контента, а также для всех творческих и интересующихся людей. Здесь, помимо создания картинок по текстовому запросу в разнообразных стилях, которых здесь предостаточно, есть также функции редактирования картинок, такие как вырезание заднего фона, улучшение качества и увеличение изображения, удаление лишних объектов на изображении. Также можно создавать иконки и логотипы, можно создавать несколько картинок в едином стиле. Недавно добавилась функция создания макапа. Также Recraft регулярно обновляется и улучшает уже существующие функции. И что самое приятное и поразительное, что до сих пор этот сервис остается бесплатным. Но чтобы не быть голословным, давайте зайдем во вкладку «Прайсинг». Здесь все-таки есть премиум-версия, которая стоит 20 долларов в месяц. И посмотрим, чем отличается бесплатная от платного. В бесплатной версии все картинки будут публичными, то есть доступными другим пользователям. В платной версии, соответственно, они будут приватными. В бесплатной версии владельцами картинок является сам сервис Recraft. В платной версии владельцами картинок являетесь вы, как создатель. В обеих версиях возможно коммерческое использование картинок. Согласитесь, такое есть не в каждой нейросети. Также в бесплатной версии одновременно на генерацию мы можем отправить одну работу. И в результате у нас получается два варианта картинок. В платной версии мы можем одновременно отправить на генерацию две работы. И у нас получается четыре варианта картинок. И в платной версии более быстрая генерация. И если мы посмотрим здесь ниже «Ответы на вопросы», нас интересует, какое количество картинок мы можем генерировать бесплатно. Здесь сказано, что 10 000 в месяц, и в эти 10 000 входят как генерации картинок, так и их изменения. То есть каждое действие, которое мы выполняем в Рекрафте. Но 10 000 это довольно-таки много. И согласитесь, это очень щедрое предложение. И чтобы начать работать в данном сервисе, нам нужно войти или зарегистрироваться. На процессе регистрации я концентрироваться не буду, он довольно стандартный. Я просто войду со своим Google аккаунтом, и мы попадаем на такую страничку. На этой страничке вот эти зеленые квадратики – это короткие обучающие материалы. Мы можем открыть любой из них. Здесь на картинках и текстах объясняется, как работать с определенными функциями. Чтобы вернуться обратно, нажимаем вкладочку «Домик». Вот эти вкладки с картинками – это мои недавние проекты. В одном проекте можно создавать большое количество картинок. Как видите, у меня их здесь довольно много. Вернемся назад. И можем также создать совершенно новый чистый проект. Давайте посмотрим, какие я здесь ищу вкладочки. Вкладка «Проекты», на которой мы находимся. Вкладка «Комьюнити». Здесь картинки других пользователей. Здесь мы можем ставить лайки. Все картинки, на которые мы поставили лайк, сохранятся у нас в отдельной папочке. Во вкладке «Favorites» как раз вот эти все картинки, на которые я поставила лайк. И во вкладке «History» мои работы, которые я недавно создавала. Вернемся к проектам. И давайте зайдем в один из моих проектов. Вот это большое поле с картинками называется «Holst». У нас есть инструмент «Рука». Если мы его нажмем, мы можем двигать сразу весь этот холст. Для того, чтобы увеличить масштаб, у нас есть внизу вкладочка «Масштаб». Мы можем здесь цифры просто набрать. Сейчас 3%. Можно поставить, например, 50%. Тогда все увеличится. Либо же мы можем зажать клавишу «Ctrl» на клавиатуре. И колесиком мышки уменьшать или увеличивать масштаб. Чтобы убрать инструмент «Рука», нам нужно нажать на инструмент «Стрелочка» или «Курсор». Теперь мы этим курсором можем выделить определенное изображение. И я хочу обратить ваше внимание на один момент. Совсем недавно нейросеть научилась понимать не только английский язык. Поэтому пронт мы можем вводить не только на английском. Вот сейчас у меня здесь пронт на русском языке. И я вам хочу показать разницу, как он понимает русский язык и английский. Например, у меня такой пронт. Девушка 25 лет, с темными волосами, собранными в хвост, одетая в спортивные шорты и майку, в кроссовках бежит по парку с большим количеством деревьев. Возле нее бежит маленькая белая собачка. Обратите внимание шорты и майку. Но нейросеть мне нарисовала лосины и спортивную кофточку с длинным рукавом. В другом промпте у меня написано все то же самое, только на английском языке. И здесь она поняла правильно. Она нарисовала шорты и майку. То есть нейросеть, хотя и понимает русский язык, но я предпочитаю все-таки писать на английском пока что. Я думаю, со временем это все исправится, и нейросеть будет понимать хорошо. Давайте создадим новый проект. Начнем, так сказать, с чистого листа. Справа у нас есть 4 вкладки. Мы можем выбрать создать растровое изображение, векторное изображение, создать несколько изображений в одном стиле, либо создать макап. И вверху у нас есть тоже вкладки. Некоторые из них дублируются. Курсор. Дальше, если мы наводим курсор мышки на иконку, у нас выходит подсказочка. Здесь короткая инструкция, что можно делать. Можно это изучить самостоятельно. Здесь также есть еще другие инструменты, которые мы рассмотрим попозже. И есть возможность загрузить свою картинку с компьютера. И к ней тоже применяются все инструменты редактирования. Давайте создадим какую-нибудь картинку. Выберем растровое изображение. И у нас появился такой зеленый квадратик. Именно внутри него будет происходить генерация картинки. Теперь обратим внимание вот на это поле слева. Здесь мы можем выбрать стили. По умолчанию у нас выбрался стиль фотореализм. Совсем недавно в рекрафте добавились другие стили фотореализма. Вот здесь они представлены все. В этой же вкладке мы можем переключиться на иллюстрацию, если хотим. Здесь другие стили представлены. Также в этой вкладке мы можем переключиться на вектор, если мы передумали. В векторном стиле мы можем создавать вектор арт. Иконки можем делать. Тоже здесь есть разные стили. Для логотипа есть только одна вкладка. И здесь мои стили, но я их еще не создавала. Итак, вернемся в растр, фотореализм и выбираем фотореализм. Теперь в поле для промпта нам нужно вставить промпт. В моем промпте написано. Лев царственной походкой гуляет по густым джунглям. Позиция в профи. Ниже мы видим вкладку, где мы можем регулировать размер. Если мы ведем этим ползунком, как видите, пропорции нашей области меняются. Она становится либо горизонтальной, либо вертикальной. Давайте выберем вот такое 4 на 3, пускай будет. По умолчанию у нас только две картинки генерится. И здесь мы можем либо одну картинку выбрать, либо две. Относительно размеров, у нас здесь есть еще возможность менять размер с точностью до пикселей. Можем ввести точное значение, например, 1500 на 1000. Можем сделать такой размер. И нажмем Recraft. Вот такой чудесный лев у нас получился в густых джунглях. И у нас есть два варианта изображения. Оба хорошо получились. Но в промпте я все-таки просила, чтобы лев был в профиль. Я хочу перегенерировать эту картинку, но старую картинку хочу тоже оставить. Для этого нам нужно скопировать это изображение. Чтобы скопировать, есть несколько способов. Во-первых, известный всем способ при помощи клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. А вот наша картиночка скопированная. Чтобы вернуть все обратно, используем сочетание клавиш Ctrl-Z. И другой способ скопировать изображение. Нажать на клавиатуре кнопку Alt и мышкой просто перетянуть изображение. Чтобы двигаться по нашему полю, мы можем либо выбрать инструмент «Рука», либо на клавиатуре нажать кнопку «Пробел». У нас появляется эта же самая рука, и мы двигаем наши картинки по холсту. Теперь в промпте я вместо «Position in Profile» заменю на «Side View» в виде сбоку. Попробуем, поймет ли он в этот раз. «Recraft». Ну, здесь уже получше. Ближе к тому, что я хотела. Смотрим одно изображение и второе. Все равно не хочет его поворачивать в профиль. Ну, оставим как есть. Суть, я думаю, вы поняли. Мы просто меняем промпт и этим добиваемся того, что нам нужно. Теперь обратите внимание, когда у нас картинка уже сгенерирована, и сейчас она выделена. Если присмотреться, вокруг нее такая тоненькая зеленая рамочка квадратиками в уголках. У нас появились новые опции для работы с изображением. Во-первых, в левом меню здесь у нас есть «Fine Tune» и «Variate». «Fine Tune» здесь нужно получить вариации этой же картинки. У нас есть такой ползунок, либо мы хотим, чтобы она была только слегка похожа на оригинал. И здесь выбирать градации «Сильнее похоже», «Вполне похоже» и «Максимальное значение почти такое же». Давайте выберем, например, крайнее значение «Немного похожая картинка». Снова скопируем изображение и перегенерим картинку. Ну вот, внизу мы видим три варианта. Оригинальную картинку и те варианты, которые нам предложила Нира Сеть. При выбранной функции слегка похожи. Давайте выберем серединку. Выберем тот же оригинал. Снова скопируем. Подвинем наш кул. Попробуем еще раз сгенерировать. Ну вот, тоже замечательные картинки получаются. Вот наш оригинал и его модификации. И если мы сделаем максимально похожую, ну я думаю, вы уже самостоятельно можете с этим поиграться. Следующая вкладка «Variate». И здесь мы можем изменить размер нашей картинки. Например, нам нужна вертикальная картинка. Мы выбираем этот размер. У нас выделена наша картинка, которую мы хотим изменить. И нажимаем «Generate Variations». И как видите, он не просто обрезает картинку, а именно ее перегенерирует заново из нашего промпта. Вот такие чудесные есть здесь возможности. А если мы вернемся во вкладку «New» и выберем вот этот ползунок, который отвечает за размер, то здесь будет именно обрезка нашей картинки. И давайте теперь из нашего этого же промпта попробуем создать иллюстрацию. Я снова копирую картинку. Теперь мы зайдем в стили. Здесь выберем иллюстрацию. Я рекомендую вам попробовать все эти стили, как фотоэралистичные, так и для иллюстрации. Это очень интересно. Выберу вот этот Retro Pop и нажимаю на Recraft. И смотрите, какой чудесный лев. Два варианта у нас львов. Здесь уже Prunt хорошо поняла нейросеть и сделала нам строго льва в профиле. Давайте теперь посмотрим, как мы можем работать с палитрой. Для начала я скопирую изображение, чтобы не потерять. У нас здесь есть значок палитры. Здесь у нас есть несколько вариантов. Мы можем нажать на плюсик, например, здесь и выбрать какой-нибудь цвет. Потом можем здесь добавлять другие цвета, которые нам нужны. Вот таким образом, вручную. Другой вариант. Мы можем... Здесь есть такие кубики. Подбирать палитру случайным образом. Давайте подберем какую-нибудь палитру. Вот пускай будет такая. Я просто на нее нажимаю, и эта палитра у нас появляется вот здесь вверху. Я нажму Recraft, и по идее он нам сгенерирует картинку в этой палитре. Вот смотрите. Два других варианта в выбранной палитре. Давайте еще раз скопируем. Еще один способ, как мы можем сделать палитру. Здесь я нажму Delete All, и здесь есть вкладочка Import from Image. Мне нужно загрузить с компьютера какую-нибудь картинку. Вот у меня есть подготовленная картинка, скачанная с бесплатного фотостока. Он эту картинку прочитал, проанализировал, выделил такие цвета. И мы снова нажимаем Recraft, и получаем новый вариант с новой палитрой. Полезная функция. Если, например, нам для сайта или для блога нужны картинки в определенной цветовой гамме, мы просто загружаем образец и генерируем то, что нам нужно. И еще есть такая интересная функция. Мы можем создать свою палитру и ее запомнить. Давайте я это сейчас удалю. Вот есть вкладочка Моя палитра. Здесь уже предложены некоторые цвета. Я их тоже удалю. И создадим свою палитру с нуля. Но для этого я буду использовать специальную программу, которая называется Colormania. Здесь пока что нет такой возможности пипеткой выбрать цвет, поэтому я использую стороннюю программу. Выбираю пипеточку, навожу здесь на какой-нибудь цвет. Отсюда копирую значение этого цвета, вставляю сюда. И вот у меня этот цвет добавился. Выбираю следующий цвет. Снова беру пипеточку, выберу такой розовый, например. Копирую, вставляю. Добавился второй цвет. Ну, я думаю, принцип вы поняли. Но я сейчас быстренько подобавляю еще цвета. Ну, вот я считаю, достаточно. И нажимаем вкладочку Save. Теперь у нас есть своя палитра, и мы можем ее использовать в каких-нибудь других проектах. Давайте снова перегенерируем нашего льва. На этот раз я выберу стиль Простая иллюстрация. Вот он здесь. Первый. Дело в том, что именно в этом стиле у нас открываются дополнительные возможности. И нажимаем Recraft. Вот, он нам создал иллюстрацию, но она получилась такой, немного похожей на фотореализм. И здесь я хочу обратить ваше внимание, есть еще у нас вкладочка Определить детали. В данном случае мы ничего не выбрали, и он сгенерировал по собственному усмотрению. Давайте еще раз скопируем эту картинку. И выберем, например, уровень детализации, минимальный, примитив. Вот, в примитивном варианте у нас получилась такая картинка, более блеклая, здесь меньше цвету. Давайте еще раз попробуем перегенерить. На этот раз выберем, например, Medium, то есть серединка. Как видим, картинка более детализированная. И давайте выберем еще максимальное значение, например, Extreme. И вот здесь картинка более яркая, более интересная. То есть с этой функцией тоже можно экспериментировать. Вот смотрите, от более примитивной к более такой насыщенной. И посмотрим, здесь есть еще интересная возможность, это смешение стилей. Еще раз скопируем. Если мы нажмем на такой значок с ползунками, здесь есть функция Emix With. Exclude From это негативный промпт. Но в данном случае он нам сейчас не очень нужен. Давайте возьмем смешение стилей. Вот здесь нажимаем Показать стили для смешивания. И здесь из всех этих стилей мы можем выбрать несколько штук и попробовать что-нибудь сгенерировать. Давайте я возьму 3D Render, возьму Glow и возьму Psychedelica. И здесь также мы можем вот этим ползунком регулировать, какое будет влияние данного стиля от 0 до 100%. Можно оставить все на стол и посмотреть, что получится. Давайте еще раз нажмем Recraft. И у нас получился вот такой сказочный лев. Второй вариант тоже интересный. То есть видите, как чудесно здесь можно экспериментировать с картинкой. Если мы хотим такой стиль запомнить, чтобы использовать в других работах, нам нужно зайти вот сюда, в эту вкладочку. Здесь нажать на кнопку Create Brand Style. И здесь нам нужно выбрать, здесь показываются наши недавние генерации. Вот мы выбираем эту картинку. И, например, здесь в названии можно поменять Мой стиль 2, например. И Create the Style. Теперь, когда мы будем генерировать следующие картинки, мы можем выбирать из стандартных предложенных. И также можем зайти в My Illustration Style. У меня здесь уже был один стиль. И теперь я добавила второй. Вот такие еще и замечательные возможности. И давайте теперь создадим несколько картинок в одном стиле. Если мы мышкой кликнем по пустому полю, у нас снова появится наше меню с четырьмя вкладками. Отсюда мы можем выбрать Image Set. И эту же функцию мы можем выбрать в верхнем. Например, я нажимаю Image Set. Теперь кликаю тоже на пустом поле. У нас появляется вот такая заготовка для картинок. И здесь нам нужно ввести 6 промптов. Я вставила такие промпты. Улица с машинами. Старый дом. Собака бегущая по дорожке. Парк с цветущими деревьями. Девочка в красивом платье. Букет цветов в вазе. И нажмем Recraft. Я не посмотрела. У нас по умолчанию был выбран вектор Art. Ну, посмотрим, что у нас получится. Ну, как видите, получилось такие черно-белые изображения. Давайте мы перекинерим. Выберем еще раз Set Image. И уже здесь войду в растер. И выберу мои стили иллюстрации. И выберем вот этот стиль с львом. И я сюда введу те же самые запросы. И нажмем Recraft. И получили вот такую сказочную красоту. Можем сравнить два стиля. Как видите, огромное поле для экспериментов. Также в Recraft недавно добавилась функция создания макапа. Выбрать ее мы можем либо с бокового меню, либо сверху. У нас появляется такой фиолетовый квадратик. Макапы это предметы, как правило, с однотонным фоном. Это могут быть кружки, футболки, другая одежда. А также могут быть рекламные баннеры, компьютеры и тому подобное. Здесь у нас есть две возможности создать макап. Во-первых, мы можем его сгенерировать по промпту. Например, у нас здесь подсказка белая футболка. Также можем выбрать размер. Пускай будет вот такой 4х5 вертикальный. Вот получилась такая футболка. И как видите, на ней уже есть зеленый квадратик. И здесь мы можем создать свою картинку, как мы и раньше создавали картинки. Выбрать для нее стиль, иллюстрация, это или фотореализм. Давайте попробуем выбрать, например, 3D и какую-нибудь животное. Например, я напишу Cute Black Dog. Милая черная собачка. И тоже нажимаем Recraft. Вот такая у нас собачка. Два варианта. Мне вот эта даже больше нравится. Здесь мы можем ее подогнать под нашу футболочку. Как видите, она не выходит за пределы футболки. То есть понимает, что футболка это именно макап. И также мы можем у этой картинки удалить задний фон. Для этого мы нажимаем вверху ножнички. Картинка обработалась. Как видите, она уже без фона. И теперь, если мы хотим эту картинку сохранить, если мы уже считаем, что она полностью готова для скачивания, здесь мы можем еще редактировать. Если мы уже согласны с этим дизайном, нам нужно нажать на вот эту кнопочку. Называется Restorize Macup. То есть мы растреируем эту картинку. И после этого мы уже не сможем ее редактировать. Мы сможем только скачать. Это уже готовый макап. Давайте нажмем. Вот такая футболочка. Макап у нас уже готова. И другой способ создания макапа. Мы можем использовать картинки, скачанные в интернете. Например, я загружу с компьютера. У меня есть здесь такая кружечка. Вот она подгрузилась. Здесь есть надпись. Мы воспользуемся функцией Erase. Выберем инструмент резинка. Выделим область, которую хотим стереть. Сейчас идет обработка. Вот наша картинка обработалась. И теперь эту картинку я хочу использовать как макап. На самом деле у нас есть оригинал и есть картинка уже обработанная. Чтобы использовать ее как макап, мы должны нажать на эту кнопочку, которая называется Convert to Macap. И здесь есть маленькая инструкция, как пользоваться этой функцией. Просто мы выделяем нашу картинку и нажимаем на эту кнопку. Она обрабатывается. И рамочка вокруг нее становится фиолетовой. Как вы помните, раньше рамочка была зеленой. Теперь я хочу в качестве иллюстрации тоже использовать картинку, скачанную в интернете. Я ее просто с компьютера перетягиваю сюда, на эту картинку. Вот она. Я ее навыжу на нашу кружку. Она тоже какое-то время обрабатывается. Вот. И теперь нам нужно ее уменьшить, чтобы она поместилась так, как нам нужно. Растянем ее и удалим у нее задний фон. При выделенной картинке нажимаем инструмент ножнички. Вот. Задний фон вырезался. И теперь эту картинку мы можем двигать, располагать так, как нам нужно. Теперь снова, чтобы сделать все полностью изображение макапа, тоже нужно нажать на кнопку. Все. Наш макап готов. Вот такие у нас получились забавные макапы. Еще пару слов про стили. Мы можем создавать стиль из своих картинок. Например, я в интернете нашла такую интересную картинку. Хотела бы воспроизвести этот стиль. Давайте мы зайдем в изображение иллюстрации. И здесь нажмем плюсик, чтобы создать новый стиль. Нам нужно просто эту картиночку сюда перетянуть. Вот она подгрузилась. И я назову ее бумажный стиль. И создадим стиль. Давайте попробуем с этим стилем создать сет изображений. У меня такие промпты. Портрет женщины. Зимний сад. Морской пейзаж. Горный пейзаж. Лиственный лес. И собака. Здесь мы выберем наш этот стиль. Он у нас в иллюстрациях. И в палитре. Давайте выберем палитру, которую мы раньше сохраняли. И нажмем рекрафт. Ну вот, смотрите. Хотя и не в точности. Здесь нету такого бумажного эффекта. Но в общем-то тоже довольно интересно. Что касается векторных изображений, то их генерация происходит аналогично. Здесь тоже мы можем выбирать стили, создавать свои стили, выбирать палитру. Но давайте сгенерируем что-нибудь несложное. Например, в промпте я напишу интерьер кухни. В стилях выберу обычный векторный стиль. В палитре давайте попробуем сгенерировать какую-нибудь интересную палитру. Пускай будет вот такая палитра. Возьмем горизонтальную ориентацию. Детализацию выберем. Пускай будет высокая. И сгенерируем. Вот такая замечательная кухня у нас получилась. Давайте скопируем. Можете самостоятельно попробовать все эти стили. Мне еще интересно стиль Doodle Line. Давайте попробуем еще в таком стиле сгенерировать. Вот такие интересные рисуночки получаются. Что касается иконок, интереснее создавать сет в одном стиле. Возьмем сет, выберем иконки. Давайте вот такой попробуем стиль. В запросах я написала платье, туфли, сумочка, зонтик, кошелек и смартфон. Стиль иконки у нас уже выбран. Давайте возьмем такие яркие цвета и нажмем Recraft. Ну и вот какие замечательные у нас иконки. Если нам что-то не нравится, например, возле зонтика здесь какие-то лишние детали, давайте попробуем перегенерировать. Ну вот второй зонтик вроде получше, даже с капельками дождя. И также можем попробовать создать логотип. Выберем эту иконку. Здесь нужно написать род деятельности и название компании. Давайте напишем здесь голова льва. Не знаю даже, что это может быть за компания. И название компании пусть будет львиная доля. Скорее всего он название не сгенерирует. И давайте нажмем Recraft. И вот смотрите, он генерирует сразу целый набор картинок. Ну, конечно, на льва это мало похоже. Вот он генерирует еще такой паттерн. Здесь тоже непонятно что. Ну, в общем, с этой функцией получается через раз. Может получиться удачно, а может не очень. Я вот генерировала раньше. Здесь намного больше похоже на льва. Но здесь в запросе я просто написала лев. Такой паттерн. И здесь еще такая лапа. И тоже паттерн. Давайте вернемся к нашим иллюстрациям. И посмотрим еще одну функцию. Как растровую картинку перевести в вектор. Давайте скопируем, как обычно. Картинка у нас выделена. И вверху у нас есть кнопочка, которая называется Vectorize. Нажмем на нее. Происходит обработка. И теперь, как вы заметили, картинка стала более плоской. И в ней меньше деталей. А вводка вокруг картинки стала оранжевой. Это означает, что она теперь векторная. Векторные картинки можно сохранять в формате SVT. Мы можем переносить их в другие программы, такие как Figma или Illustrator. И там продолжать с ними работать. Покажу вам еще одну небольшую фишечку. Если мы выделим картинку и нажмем сочетание клавиш Ctrl-Shift-C, скопируем, перейдем в Figma и здесь нажмем Ctrl-Shift-V. Здесь нажмем Paste. Как видите, мы, не скачивая картинку на компьютер, перенесли ее в программу Figma. И, как видите, здесь можно видеть по слоям. Можем видеть, что это картинка векторная. Мы можем здесь ее редактировать, перекрашивать и подгонять под наши нужды. Вернемся в Recraft. Смотрите, есть обратное действие. Когда картинка векторная, эта кнопка преобразовывается. И теперь мы можем, наоборот, из вектора перевести в растер. Такие операции тоже иногда нужны. Рассмотрим теперь инструменты. Текст и рамочка. Для начала я загружу картинку с компьютера. То есть в Recraft на любые картинки, как сгенерированная, так и загруженная, мы можем наносить текст. Выберем инструмент Text. Напишем здесь Hello, например. Для текста у нас есть инструменты Размер текста. Выберем, например, шрифт 250, чтобы он был покрупнее. Можем выбирать цвет текста. Оставим черный, он здесь больше подходит. Можем выбирать шрифт. Здесь есть разнообразные шрифты для латиницы. Если мы посмотрим для кириллицы, например, я напишу Привет. То здесь какой шрифт бы мы не выбирали, он остается одинаковым. То есть набор шрифтов здесь для латиницы пока что. Выбрали настройки нашего шрифта. Здесь также есть центровка, если у нас длинный текст. Расстояние между буквами, расстояние между строками. Все стандартно, как и в других редакторах. И теперь, если мы захотим скачать эту картинку, то, к сожалению, она скачается сама по себе без нашего текста. То есть это значит, что картинка и шрифт существуют отдельно друг от друга. Они никак не связаны. Чтобы объединить эти два слоя, у нас есть инструмент рамка. Давайте выберем эту рамку. Я обведу картинку, просто чтобы повторить размер ее. Возьмем теперь наш фрейм. Перенесем сюда отдельно картинку. Вот картинка встала в рамку. Перенесем сюда текст. Один лишний оказался. Картиночку подгоним под рамку. Здесь подровняем. И теперь, когда у нас два слоя находятся в рамке, если мы скачаем эту композицию, то видим, что картинка скачалась вместе с текстом. Вот такая функция этой рамки. Рассмотрим еще одну полезную функцию, а именно увеличение изображений. Я снова перетяну картинку с компьютера. У меня картинка довольно низкого качества. Мы ее выделяем и нажимаем здесь инструмент Clarity Upscale. Ожидаем обработку. Увеличивать можно как сгенерированные картинки, так и любые картинки из интернета. И давайте теперь посмотрим на качество. Увеличим ее. Как видите, качество очень хорошее. Вот такая еще замечательная и полезная функция. Есть здесь еще один Upscaler. Называется Creative Upscaler. Он дорисовывает еще какие-то детали, улучшает картинку. Но он только в платной версии. Давайте еще рассмотрим. Мы уже рассматривали удаление заднего фона. Есть еще замена заднего фона. Давайте скопируем эту картинку и попробуем заменить задний фон. Для этого нам нужно в промпте написать, что мы хотим увидеть на заднем фоне. Например, я напишу морской пейзаж. Теперь у нас картинка выделена и мы нажмем на эту функцию замены заднего фона. Он просто удалил и теперь нам нужно еще раз нажать на кнопочку Change Background. Ну вот такие чудеса. Он нам выдал два варианта. Второй более адекватный. Здесь он какой-то дефект нарисовал. Вот такие чудеса творит Recraft. Мы рассмотрели уже почти все основные функции. Стоит еще сказать о такой функции, как возможность генерировать бесшовные узоры. Причем эта функция реализована как в растре, так и в векторе. Давайте для начала выберем растр. Здесь нам нужно будет выбрать иллюстрации и функция для узоров называется Simless. Даже по картинке видно, что это бесшовный узор. Вот наш квадратик появился. Давайте введем теперь Prompt. Я напишу яблоки и груши и попробуем сгенерировать. Получился у нас такой узор интересный. Два варианта. Если мы вот так его разместим вплотную, видим, что этот узор бесшовный. Также можем его размещать и внизу. Тоже видим, что узор бесшовный. И также при создании узоров мы можем выбирать свою палитру, такую, как нам нужно. И давайте теперь попробуем что-нибудь сгенерировать в векторном стиле. Вот появился у нас квадратик для вектора. Например, я возьму Prompt. Много разноцветных цветов. И палитру выберем какую-нибудь поярче. Пускай будет такая палитра. Кстати, здесь мы можем отрегулировать задний фон. Например, я хочу какой-нибудь голубенький фон. Пускай будет вот так. И обязательно нужно выбрать стиль. В векторе этот стиль называется Simless Vector. И нажимаем Recraft. Какие замечательные получились варианты. Вот такая еще одна замечательная функция. Ну что ж, друзья, видео получилось довольно длинным. Надеюсь, оно для вас было полезным. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok